Христос Христос, Он шел там, где были люди трудолюбивые. Он не шел на диван и не смотрел, кто там лежит, крепкий, здоровый, зубы целые, не целые, все, понимаете, Он не смотрел на это. Он и шел там, где работали. Он приходит, два человека работают. Он позвал их. Он знал, что эти люди будут работать. Идет дальше. Опять работают. И Он опять их призвал. Все, идите со мной. Поэтому Богу нужны трудолюбивые люди. И ленивый человек, он говорит, а я не знаю, призвал меня Бог или не призвал. Как он на диване узнает? Призвал его Бог или не призвал? Если бы он работал, то его позвали бы. Но так как он не работает, он не был призван. И на сегодняшний день много людей, которые, рожденные свыше, и они успокоились, они радуются, что их имена записаны в книге жизни, но на призыв Христа они не идут. Потому что они знают, что они не призваны. Когда они говорят, эти люди, я не знаю, призван я или не призван, то если ты не знаешь, призван ты или не призван, то иди работай. О, не, 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 я не призван. О, узнал, что он не призван. Он знает. Лукавый, лукавый и неверный. Ленивый раб. Поэтому он знает все. Но просто он ленивый. И Бог не заинтересован призывать ленивых людей. Вы бы себе на работу взяли бы ленивых людей? Я свидетель этому, потому что я пригласил, хотел помочь ему, знаете. И самое, что интересно, мы штукатурили дом. И я говорю, бери терку. Я закидал стенку машиною, все. Говорю, бери терку. И пальцем показал на стенку. Вот здесь три. Сам беру машину и в другой комнате закидаю. И я рассчитываю на то, что уже оно затертое. Еще два рабочих затирают эти стенты. Они свои стены труд не смотрят. Думают, что это тоже. Я тут закидал ту комнату, выхожу и глазам своим не верю. Этот человек вот так стоит и вот так. Не, он крутит на одном месте. Я прихожу, говорю, ты что делаешь? Говорит, как что? Тру, затираю. Я говорю, так вот, вся стенка. Нет, ты мне показал вот тут тереть. Понимаете? И он прав оказался, потому что я пальцем показал на эту стенку. И вот он, сколько палец мой занял, столько он и трет. А стенка застыла. Все, раствор застыл. Я ему говорю, ты что, ты думаешь? Это вся стена. А те стоят, уже затерли. Я говорю, посмотри. Ну, ты мне показал вот здесь тереть. И все. И хоть что хочешь. Это инженер. Может, вы думаете, что это какой-то такой человек. У него диплом инженера был. Но он нигде не работал. И я просто его решил взять, чтобы что-то... Мне жалко было детей и жену. Я ему сказал, что три. И он так стоит. Вы знаете, я вышел с этим пистолетом, с этим... Вот жена машет, не рассказывая это все. О, а у него штаны опустились, знаете. Я говорю, ты хоть штаны подтяни. Он говорит, они опять опустятся. Зачем? Я шнурок нашел, говорю, да привяжешь это, что ж стыдно работать, понимаете. Это просто... Вам не рассказать, что такое ленивый человек. Я говорю, ладно, все, я закидываю второй раз и пошел, ровняю, все, затираем. Ему говорю, бери ведро, выноси то, что срезали до машины туда, до пуцмашины этой. О, и он это, накидал и пошел. Я тут вытер, затираю, смотрю, нету. И выхожу, а он стоит. Я говорю, что ты стоишь? Говорит, я вынес. Я говорю, и что? Ну, ты же мне сказал, вынеси. Я вынес. И я стал. И, знаете, так говорю, говорю, хорошо, бери ведро, высыпай в машину сюда, иди туда, накидаю ведро, выходи, высыпай в машину, бери ведро. И так тысячу раз. Хорошо, хорошо. И пошел. Но если бы он тысячу раз нес, этот раствор весь бы застыл. Понимаете? И он бы носил бы там неделю, может. Поэтому все пришлось и вынести, и все. И самое, что интересно, не уволил я его в первый день. Он отработал полностью на этом доме. И вот так работал. Я пришел, и при жене начал рассчитываться, делить все поровну. И знаете, что он мне сказал? А ты мне еще должен. Я говорю, а за что это? Говорит, ну, бензин мы делили, а машина, говорит, моя. Я, поэтому, если бы ты брал в рент машину, надо было бы платить. Поэтому за машину, что мы ездили на работу, о, бензин-то мы рассчитали, а еще за рент за машины. Я говорю, все, понял, нет проблем. Сколько стоит? Отсчитал, отдал. Но, говорю, больше ты уже не будешь работать. Все. Вот это ленивые люди. И я больше не захотел с ним работать. И если мы так работаем у Бога, Он нас призвал и сказал, сделай вот это. И мы пошли и делаем вот это. И ни шагу ни вправу, ни леву. Потому что мне больше всего надо? А что столько членов церкви, а я должен все делать? Что я должен это помогать или еще что-то делать? Почему? И люди не хотят. Что я крайний? Нет, я все сделаю.